Продолжение следует... Револьвер фирмы Ruger, калибр 454 Казу. Это, скажем так, относится к 44 Магнуму, так как 44 Магнуму относится к 9 мм, по-моему. Я потом покажу патроны отдельно. Я патроны одновременно, боевые с оружием на столе держать не буду. Револьвер, как вы понимаете, не мой. И это модель Ruger Super Redhawk. Вот такая вот вещь. Тяжелый, большой. Вот, если моя ладонь... Просто представляете, моя ладонь меньше длины ствола здесь. Давайте посмотрим, как он открывается. Открывается он стандартно. И вот такие вот камеры в барабане. Шесть камер. То есть, скажем так, это уже оружие для охоты на лосей, медведей, автомобилей. Не знаю, для мотоцикла перебор. Это я издеваюсь на тему автомобилей мотоцикла. Но это охота на большого-большого зверя. Особенно с оптикой. И что, мне тут рассказали интересную историю. Что, в принципе, здесь ни в коем случае нельзя, чтобы рука была дальше выреза барабана. Потому что выхлоп газа здесь 50 тысяч PSI. То есть, был человек, у которого мы похожим на революверу, просто, когда он так вот сделал, взял, ему выхлоп газа из барабана в сторону. Просто отрезало палец большой на левой руке. То есть, здесь нужен стандартный хват. Конечно, сложно показать сейчас на камере, на маленькой. То есть, максимум где-то здесь. Давайте посмотрим, как вот так все легко работает. Конечно, здесь есть самовзвод. Для начала, конечно, проверю, что пусто. Вот так вот, видите, просягает щелк. И есть работа с помощью боевого взвода. Очень красивое оружие. Вот такой вот краткий экскурс. Стоит совершенно нечеловеческие деньги. Полторы тысячи долларов. А теперь давайте посмотрим на фото. КОНЕЦ 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 По практике безопасности я не держу оружие и боевые патроны рядом во время видео. Поэтому револьвер уехал. А я взял два патрона. И вот для сравнения, чтобы вам было интересно, Слева это 357 Магнум, а справа это 454 Козул. То есть вот, просто посмотрите на размеры с точки зрения гильзы и с точки зрения пули. Видите, насколько, даже попытаюсь вот так вот, насколько больше. Если сравнить, вот сейчас он примерно по краю лежит, 357-й. Вот то, что видно за пределами, это остаток 454 Козул. Это, реально говоря, наверное, один из самых мощных патронов на данное время, с возможным исключением 508-го Смит-Ватсона из револьверных. Пистолетные там есть разнообразные тоже, по-моему, 50 и, может быть, сравним по мощности, а может быть и нет. Вот такие вот патроны. Реально говоря, вещь очень интересная. 357-й можно, наверное, уже убрать. Пока на стол. Вот. Представляете, что вот у вас в барабане шесть вот таких вот. То есть, никакая живность вам уже не страшна, будет ли это медведь, или будет ли это лось, будет ли это, не знаю, крокодила-тигр, или какое-нибудь другое хищное животное. Самое главное в него попасть, пока оно до вас не добралось. А дальше уже будет неважно. Что еще могу сказать? Совершенно не знаю, сколько это стоит. Патроны здесь такого калибра дорогие. Вот, к примеру, этот пуля 300 грейн. Вот, видите? 300 грейн. Для сравнения. 357 Magnum 200 грейн. В полтора раза больше пуля. Ровно в полтора раза. В данном случае. Вот они, видите? Вот так вот. Это продолжение разговора о мощных калибрах. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...